Вышилась строчка, показывающая, где будет происходить стыковка. В этом месте зацепилась ниточка и получилась небольшая дырочка. Я вниз подложила просто кусочек фрезелина, чтобы не было дырок. Я должна соединить вот эту часть строчки с вот этой. В принципе, идеально сильно я могу не соединять, так как машинки я могу немного подогнать. В стыковку я делаю с помощью булавочек. Соединяю уголочек. На этой стороне я его соединяю с уголочком. Рамочки. И вывожу булавочку вот туда. Я уже набрызгала клеем. Вот эту линию я вывожу к центру. Приблизительно. Ну и дальше слегка я подтягиваю. Сильно не растягиваю. Мне не надо его потом будет натягивать. Сейчас я зафиксирую еще сверху водорастворимый фрезелин. Вернее, сначала я проверю рамочку, как я состыковала на машинке. Потом закреплю водорастворимый фрезелин. Вообще-то, как бы, по правилам стараются, чтобы вышибка, вот эта часть вышитая, уходила на ту сторону и здесь проводить стыковку. Но я забыла повернуть дизайн. Поэтому буду стыковать так. Дизайн небольшой, поэтому сложности, я думаю, не будет. Я опускаю вот иголочку. Не очень хорошо видно, конечно. Ну вот идеально входит в уголочек. Дальше я прохожу в ручном режиме. И периодически проверяю, как входит иголочка. То есть, где нужно поправить. На центр немножко надо подтянуть. Переехала. Да. Легло отлично. Ну вот немножко, на один крестик иголочка уходит по центру. Все проверю до конца. Вот, еще раз упущу, чтобы здесь было видно, вот насколько ушла иголочка. Вынимаем и поправляемся. А потом опять проверяем. Вот так вот состыковалось. Плохо видно, но лучше показать я не могу. Вот. Дальше я ложу флизелин. Сначала я сделаю закрепляющую строчку по контуру дизайна, чтобы прикрепился флизелин и ткань. Ну, все слои скрепить вместе. И буду вышивать дальше. Музыка. 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 Хочу показать. Вот я удалила водорастворимый флизелин. ткань мокрая вернее влажная и вот швейный флизелин с изнанки вот он когда влажный одной рукой тяжело это делать конечно просто вот как вата очень легко удаляется вообще его можно удалить все что вам не нравится но когда он высохнет он опять будет плохо рваться в одном направлении то есть проблем удалить нет никаких на это уйдет ну буквально минут пять-десять если двумя руками одной руку понятное дело это тяжело делать вот я немножко почистила лишний флизелин вот такая вот кучка у меня получилось можно все скомкать маленький комочек и в принципе вышивка получилась довольно мягкая то есть ну дальше я отправляю это все сполоснуться сохнуть и буду шить